Хм, добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Трансформеры, закалённые в бою. С вами, как всегда, Доцент, и мы проходим особые спецмиссии, конфликты Прайма. Уровень сложности Прайма. Ой, Прайм, командир, господи, упаси Праймус, попадём на сложность Прайма. Там же мы и закончимся. Ну, хотя, может быть, и вытянем, учитывая то, что с горем пополам вытянули пару серий тому назад сюжетные миссии тяжёлые, но это ещё, так сказать, цветочки. Дальше будет труднее, пока что надо улучшать способности, навыки ведения боя и т.д. и т.п. и прочее. Часть первая. Путь открытий и вторая миссия против судьбы. Здесь у нас боссом будет Гальватрон. Ладно, любопытно, что именно он с нами совсем недавно дрался. И, так сказать, заставил пощекотать нервы. Ну, ладно, ну, в принципе, усиляться не будем. Тут, по крайней мере, это не так, как в сюжетных линиях. Хотя, кто его знает? А что вдруг? Мне жаль, мой друг. Я не знаю, что за безумие поглотило тебя, но я клянусь, что та ненависть в твоей искре – это не то, чем мы являемся. Разве, яд, ты ищешь конфликты, рвёшься в бой во все оружие, чтобы продемонстрировать милосердие и любезность? Гальватрон? Мёртвая вселенная поглотила и тебя? Меня поглотило многое, Прайм. Юникрон, время, судьба – они все требуют, чтобы я слушал их посланникам и воплощениям. Но что хотят эти великие силы сказать мне? То же самое, что я говорил тебе все эти годы. Ты не достоин владеть Матрицей лидерства. Я никогда не просил лидерства. Матрица сама доверилась мне, чтобы я носил её. И когда объединение позовёт меня, я верну её. Ты не помнишь, жалкий Прайм? Оно звало, и ты пал. Я стою здесь, как напоминание о твоей казни. Погодите, Оптимус чё? Попал в Чистилище, что ли? Любопытно. Очень любопытно, однако. Получается. Да, вот такая тебе Матрица Лидерства. Лидерство нельзя получить. Матрицу Лидерства нельзя получить. Её можно только заслужить. По-моему, одна из тех, наверное, даже единственная здравая фраза, которая была сказана во втором фильме Трансформеры Месть Падше. Во всяком случае, это гораздо лучше, гораздо на порядок, чем «Честь превыше всего». И мечом. И, главное, не, фраза-то хороша. Ситуация, которая была, она применена... Вообще бред сумасшедшего. Так... И, главное, находятся хейтеры, которые под разными сериями, какой-то там годичной, двух-трёх годичной давности, пишут «Да это фигнё-то, фигнё-то ляпнул, да сын». Ну, ё-моё. Ну, если в их понимании это всё нормально, тогда на этом, в принципе, разговор можно и закончить с данным контингентом. Так... «Честь превыше всего». Мечом в спину. Это если бы... Я не знаю. Это если бы... Гримлок в падении Кибертрона, упиваясь мощью Динобота, когда он там крушил, ломал всё, да, заявил бы, не знаю, что-то типа «Инсектиконы рулят». Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блина! И то, знаете, и то это бы звучало гораздо умнее. Ха-ха-ха-ха-ха! И более в тему... В какой-то степени. Тайк. Ладенько. Ё-моё! Ну, зараза, не суетись. Ты вроде как и так в чистилище, Октимус. Ну куда ты рыпаешься, а? Чё-то рыпается, пытается. Ой, господи. Так, двигаем вперёд. Хм. Мы не будем там особо выпендриваться. О, давай, бой с тенью. Наша битва... Наконец-то достойный противник, да? Наша битва будет легендарной. Е... Ха-а-а. Е... Причём самое что интересное, Исходя вот из предыдущих битв Вот в сюжетной линии Я вот одну вещь интересную заметил Бойцы Но это в принципе понятное дело У них в зависимости от уровня сложности Имеется алгоритм действия То есть какая-то последовательность С некоторыми элементами Спонтанного развития событий Строящиеся на рандоме Но так или иначе То есть это что-то типа А-ля Dark Souls Изучить вот его эти паттерны То как он двигается Как он это И можно было бы за арси попробовать Даже и без этого Как его Без ремкомплекта так сказать Без восстановления попробовать Все это дело решить Но это сидеть, выгадывать, усчитывать Но я точно помню что-то он перемещался Как это То есть там примерно 5-6 воротов Ему надо сделать Чтобы потом пойти на сближение И то Он пойдет на сближение Только если от всех 6 увернешься Если нету Там алгоритм запускается вроде как заново Но в порыве боя Это достаточно трудно выяснить Особенно учитывая Когда у тебя еще и аптечка господи а птичек аптечек птичек ограничено тайк ну по крайней мере прорвались ну чё когда там финальная никогда о бамблби ты чё тоже в чиселихе вы там чё все отъехали ну ладно давай арси бамблби у нас тут нестабильный энергон шоковый урон все дела надо его утихомирить арси вообще конечно молодец она истая так сказать один из тех членов отряда которые ну скажем так оставлены туда были первоначально по принципу лишь бы чем-то как говорится заткнуть брешь в количестве чтобы рейтинг получить а в итоге она и по сюжету и это оказалось вообще просто монстр какой-то ее это стрельба причем обычными вот у нее нет тяжелых выстрелов там и т.д. и т.п. и прочее но ее стрельба этот выстрел в голову это вообще просто какой-то феноменальный навык ее можно выставлять практически против любого ну кроме наверное гримлока который может скажем так все эти кровотеки энерготеки трансформировать в силу не суетесь ты Обалдеть, вот режим его Соплюё Клаш Блин, а Как я подгадал, а Зачем ставить блок? Мне вот такая последняя мысль осенила Перед самой его атакой Я не буду ставить блок, чтобы получить урон Я просто трансформируюсь в альтережим перед его атакой Ещё, может быть, даже смогу что-то навести И контратаку произвести И самое главное В отличие от блока Вообще никакого урона не получу Вообще Потому что гримлок здесь вообще просто имбовый в этом плане Я уже погибал Но силы выше моего понимания восстанавливали меня Оптимос Давай про шиномонтажку и прочее Как бы особо так Высокими материями не будем тут раскидываться Ну подумаешь, тебя на яму поставили Там завинтили колёса Ну ладно Тогда, вероятно, ты сегодня слышишь последний зов Тот самый миг, когда ты закончишь сражаться Тебе конец Прайм Не теперь, пока те, кто зависит от меня и кем я командую Раскинуты среди звёзд Не теперь, пока они не в безопасности Безопасность? На автоботов охотятся, их ненавидят Они прокляты самими символами, которые они с такой гордостью демонстрируют Целые миры стремятся их уничтожить И поэтому я не остановлюсь И поэтому нет конца моему пути Я всегда буду защищать их Ты примешь свою судьбу А тебе останется лишь пепел Ты наполнен огнём и яростью на твои слова Лишь не мой крик отчаяния И я продолжу свой путь Это моя судьба Твоя судьба Забвение Райм усилитель О, шатать Значит он у нас будет шатать до забвения Прицел на жизненно важную зону Это что за навык такой? Это куда он целится? Пять критических этих стаков дают следующий Что следующая критическая атака нанесёт 20% урона И ещё на полторы секунды оппонента обездвижит Да вы чё? Ладно Серьёзно что ли? Выпустить Оренхайда Мало кто знает, но в фильме от... как вот Ай, не, господи Битва Титанов, по-моему Всё, атака Титанов Не атака Титанов Битва Титанов, где там Персей, Зевстов Где выпустить Кракена Мало кто знает, но по первоначальному сценарию Должны были выпускать Оренхайда Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Блин, выпустить Оренхайда Так А потом передумали, сказали Ну тогда у Персея вообще шансов не будет Давайте Кракену лучше Ха-ха-ха Ай, блин, а Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так Ой Ой-ой-ой-ой-ой Да ты чё творишь? ты чё творишь опа на и отстрелил ему колени вот примерно так же бы и закончился персей было тревожно но аренхайд знает свое дело сказать он нам гору обходить не станет он ее подорвет согласно его же пословице поэтому вот как-то так против судьбы миссия выполнена хорошее кстати название чем-то год оф вар напомнила в общем близится финал посмотрим сможет ли оптимус выбраться из чистилища и там видно будет куда его занесет судьба ссылки на плейлист группу vk facebook twitter а также на другие крутые интересные прохождения снизу в описании под видео рекомендую к просмотру с вами как всегда был доцент пока пока